Время говорить. Здравствуйте. Этот день подошел к концу. Надеемся, что для вас он был полон хорошими событиями. Ну а мы, в свою очередь, поделимся новостями, которые удалось узнать нам. Небольшой анонс сегодняшнего выпуска. Москва встречает Рязань. В Совете Федерации прошли Дни Рязанской области. В арбитражном суде озвучили итоги работы за прошедший год. Ну а теперь обо всем по порядку. 25 февраля в Совете Федерации начались Дни Рязанской области. В рамках мероприятия состоялась выставка продукции нашего региона. Церемонию открытия провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Рязанской области Олег Ковалев. На выставке была представлена продукция предприятий нашего региона, а также проекты, реализуемые в сфере промышленности и сельского хозяйства. В частности, большой интерес вызвала экспозиция, посвященная формированию в регионе промышленных кластеров – инвестиционным проектам, ориентированным на импортозамещение. Они предполагают замену зарубежной продукции качественными отечественными аналогами во многих отраслях. В их числе агропромышленный комплекс, производство стройматериалов, медицинских препаратов. Также гости мероприятия ознакомились с инвестиционным импортозамещающим пакетом проектов сферы АПК, направленных на расширение производства молока, овощей, картофеля, другой сельхозпродукции, ее хранения и переработки. Ну а тема антикризисной программы регионов стала во главе стола. У нас принят антикризисный план. Сейчас ведется обсуждение его в различных профессиональных сообществах, общественных организациях, с тем, чтобы уже выработать конкретные региональные законы, которые будут направлены на снижение нагрузки на бизнес, в том числе малый бизнес, аграрный бизнес и так далее. И выработанные проекты нормативных актов правительства. И мы предполагаем, что к 1 апреля они уже будут приняты. Все то положительное, что есть в Рязанской области, мы будем стараться распространять на другие регионы. Очень заинтересованно прошли заседания комитетов по обсуждению проблем Рязанской области. И доклад, с которым выступил губернатор, заместитель областной думы, и та выставка, которая, это наглядно, это не слова, это не бумаги, это то, что можно потрогать руками, увидеть цифры, увидеть развитие, говорит о том, что они молодцы, они много сделали. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выставку достижений земли Рязанской оценила положительно и отметила, что за последние годы Рязанская область поднялась в рейтинге по сравнению с другими регионами практически по всем позициям. За последние годы Рязанская область демонстрирует такое поступательное, последовательное экономическое и социальное развитие. Считаю, что в Рязанской области наработаны хорошие практики в ряде сфер. Они молодцы, что они основное внимание сосредоточили на диверсификации экономики, на поддержку и развитие реального сектора экономики, этой промышленности, сельское хозяйство и другие сферы. Валентина Матвиенко также поинтересовалась политикой сдерживания цен и мерами, которые предпринимаются в регионе для ее реализации. Губернатор Олег Ковалев сообщил, что цены в Рязанской области удается сдерживать за счет комплекса мер. В течение четырех или пяти лет мы были все время в десятке регионов России по темпам создания количества малых предприятий. Сегодня людей, занятых в малом бизнесе, у нас составляет 9% от трудоспособного населения. Европейская норма где-то 11%. И мы считаем, что здесь мы уже ту нишу практически выбрали. Да, мы будем продолжать еще создавать малые и средние предприятия и поддерживать создание малых и средних предприятий. Но основной акцент поддержки мы переносим сейчас на развитие действующих предприятий, которые уже доказали, что они умеют производить качественную продукцию, конкурентную продукцию и умеют ее сбывать, умеют организовать производство. Валентина Матвиенко, подводя итоги, заметила, что в Рязанском регионе созданы условия для реализации более 100 инвестиционных проектов с объемом более 250 миллиардов рублей. Рязанская область имеет хорошую стратегию развития до 2025 года. Также сейчас завершается формирование антикризисного плана, который проходит обсуждение. Главное, что нет никакой паники, никаких крокодиловых слез, есть уверенность и стремление добиваться поставленных задач, заявила спикер. В Рязанском государственном медицинском университете состоялась межрегиональная научно-практическая конференция, в которой приняли участие светило-терапевтической деятельности. Более подробно в сюжете Алены Куколевой. На базе Рязанского государственного медицинского университета началась двухдневная 17-я межрегиональная научно-практическая конференция научного медицинского общества терапевтов. В программе конференции запланированы доклады по широкому спектру вопросов, с которыми сталкиваются терапевты в клинической практике. В первую очередь участники конференции коснутся темы профилактики и лечения внутренних болезней. Особое внимание будет уделено патологиям желудочно-кишечного тракта, печени, легких, сердечно-сосудистой и кроветворной системы и ревматизму. Я благодарен судьбе за то, что могу сказать несколько слов про Российское научно-медицинское общество терапевтов, поскольку это организация, которая призвана объединить терапевтов. Именно терапевтов – это основной отряд медицины. Это он первый встречает пациента, терапевт встречает, он определяет план лечения. Вот объединить врачей, приобщить их к передовому опыту – это очень важно, потому что сегодня очень быстрый прогресс в медицине. 2015 год для медиков – год памяти Максима Петровича Кончаловского, выдающегося российского и советского врача, крупного клинициста, основателя школы-клиники внутренних болезней. Именно он внес огромный вклад в развитие лечения этих заболеваний. Российское научно-медицинское общество терапевтов было создано более ста лет назад с целью объединения усилий ведущих отечественных специалистов в области внутренних болезней. И со дня основания общество считает главной своей задачей непрерывное повышение профессионального уровня врачей-терапевтов. Значимость любого научно-практического образовательного мероприятия навсегда велика. Когда приезжают лидеры отечественной терапевтической, кардиологической школы в города России, это, конечно, очень важно. Когда мы имеем возможность из первых уст услышать, из первых рук принять определенные знания, наши студенты, наши обучающиеся, врачи городские, практическое здравоохранение, это очень важно, это очень интересно. Не надо никуда выезжать, коллеги приезжают сюда, это мероприятие, безусловно, для нас значимо и очень интересно. Наши врачи, наши учителя, мои учителя, уже последователи, молодые врачи, они подходят именно внимательно к каждому пациенту. Я в этом нисколько не сомневаюсь, и об этом мы должны действительно постоянно говорить. Конференция проходит на базе авторитетного медицинского вуза страны. И это не случайно. Именно здесь формировалась известная терапевтическая школа, вносящая весомый вклад в осуществление крупных проектов, нацеленных на снижение заболеваемости и смертности. Арбитражный суд является поистине самым гуманным судом. Собственно, в его стенах состоялось расширенное совещание по подведению итогов работы за 2014 год и определению задач на год текущий. Подробнее в материале Алены Куколевой. По итогам заседания стало известно, что в целом количество рассмотренных в суде дел выросло почти на 6,5% по сравнению с 2013 годом. Кроме того, впервые за последние годы увеличилось количество поступивших на рассмотрение в арбитражный суд заявлений о признании должников банкротами. В отчетном периоде арбитражным судом Рязанской области разрешено 8 625 дел и заявлений. Из них 4 421 дела по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений, 1858 дел по экономическим спорам, возникающим из административных и ременных публичных правоотношений. В 2013 году арбитражным судом Рязанской области было разрешено 7 782 дела и заявления. Из них 3 411 дел по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений, и 1794 дела по экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений. Также возросло количество споров из договоров на оказание услуг, аренды, перевозки, займа и кредита. Эти вопросы, как оказалось в нашем регионе, стоят особенно остро. Ну а наиболее громким делом за 2014 год стало признание о банкротстве Бройлера Рязани. Участниками заседания стали представители территориальных органов государственной власти. Все выступающие отметили высокий уровень профессионализма деятелей арбитражного суда и результативность их работы. С этого года вступили в силу изменения в жилищное законодательство. Отныне все управляющие компании обязаны получить разрешительную лицензию на работу в сфере ЖКХ, а их руководители должны пройти обучение, чтобы получить на руки сертификаты, позволяющие заниматься привычной и, несомненно, любимой для них деятельностью. На церемонии вручения первых таких документов побывала и наша съемочная группа. С этого года в Рязани стартовала выдача лицензии в сфере ЖКХ. Руководителям управляющих компаний, успешно сдавшим тесты, вручили сертификаты. Они нужны для того, чтобы управляющая компания смогла получить лицензию. Без нее с этого года коммунальные организации не смогут работать на рынке услуг ЖКХ. На сегодня из 124 управляющих компаний руководители 70 уже приняли участие в аттестации. Компании, которые будут работать без лицензии, не имеют права даже находиться на рынке предоставления данных услуг без лицензии. Штрафные санкции там очень серьезные, от 150 до 300 тысяч рублей за ведение деятельности предпринимательской без лицензии. Поэтому все руководители управляющих компаний относятся к этому очень серьезно, подходят, видели и сдают со стобальной системой такой. Ну, были нюансы, есть у нас люди, которые не готовы пока получить аттестат, но будут готовиться еще изучать. Процедура обязательного лицензирования требует от управляющей организации сдачи квалификационного экзамена на знание жилищного законодательства, подготовки пакета документов и выполнения целого ряда других условий. Коммунальщики считают, что новые требования помогут убрать с рязанского рынка некомпетентные компании. На сегодняшний день эта проблема актуальна, как никогда. Ну, это очередной виток в нашем законодательстве новом, да, обязательная серфицированная управляющая компания. Ну, и стимулирует нашу управляющую компанию, чтобы работать еще на пять, на пять с плюсом. И взять еще на квартирные дома управления. Вот, для этого получили аттестат сегодня. Вся процедура лицензирования продлится больше полутора месяцев, завершатся все процедуры ближе к маю этого года. После чего работа компании без разрешительных документов будет считаться незаконной. Получение лицензии – это процедура, требующая времени, внимания и ответственности. В конечном итоге с рынка уйдут некомпетентные компании, что положительно отразится на качестве услуг. Квалификационный экзамен предусматривает все вопросы, в которых обязан разбираться специалист, претендующий на руководящую должность в управляющей компании. Тут, как говорится, главное, чтобы очередные изменения не стали удобным и удобренным полем для уж, извините, коррупционной деятельности. К другим новостям. Рязанские полицейские продолжают свою работу по выявлению нелегальных таксистов. Перевозка пассажиров в автомобилях, которые не проходят ежедневных техосмотров, под управлением людьми, которые, в свою очередь, усердно игнорируют регулярные медосмотры, безопасные назвать можно едва ли. Сотрудники полиции, в свою очередь, проводят рейды по выявлению недобросовестных перевозчиков еженедельно. О результатах работы силовиков в материале Ирины Ковалевой. В очередной раз на улицах Рязани сотрудниками полиции был проведен рейд по выявлению так называемых нелегальных таксистов. И, как всегда, без нарушителей не обошлось. Так, например, только в Советском районе было зафиксировано 4 факта незаконной предпринимательской деятельности в сфере перевозки пассажиров. За данные правонарушения предусматривается штраф на граждан до 2,5 тысяч рублей, на юридических лиц до 40 тысяч рублей. Кроме того, в отношении собственников автомобилей применяется мера изъятия транспортного средства. Всего с начала 2015 года сотрудниками регионального ОМВД составлено 25 протоколов по данному правонарушению. А на штрафстоянку до вынесения решения судом было отправлено 5 автомобилей. Стоит отметить, что подобные рейды проводятся еженедельно. Полицейские напоминают, несоблюдение требований по лицензированию перевозки пассажиров легковыми такси может привести к человеческим жертвам. Таким был этот день для наших журналистов. Далее в эфире программа подробности. Гостями нашей студии стали представители узбекской диаспоры Зулайхо Кадирова и Флоров Ихруддин. Дружба народов. Такой будет тема беседы. И это все на сегодня. Смотрите нас на Рязанских кабельных. Всего доброго. Уважаемые жители города. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. В том числе предоставленной на общедомовые нужды. Телефон для справок 40 20 40. 40 20 40. 40 20 40. 40 40. 50 50 40 40. 40 40. Субтитры создавал DimaTorzok